Вокруг здания Уральского финансово-юридического института на Карлолипных Т1 продолжают кипеть страсти, на этот раз в судейской плоскости. Завтра окружной арбитражный суд рассмотрит очередную касацию о взыскании с учебного заведения огромной суммы денег. По иску ООО «За» о взыскании с института денежных средств в размере 78 миллионов рублей за пользование институтом данным зданием в период с 2016 по 2019 год. То есть с того момента, когда была отозвана аккредитация и приостановлена деятельность лицензии. Когда всему городу и, в принципе, всему региону уже было известно о том, что институт не ведет свою деятельность, нет приема учащихся, уволены сотрудники. Соответственно, однако тот факт, что институт оказался добропорядочным и, соответственно, производил оплату налогов, содержал данное здание, оплачивал коммунальные платежи, обеспечивал его сохранность, послужило основанием взыскания с института денежных средств. По мнению петербургской адвокатесы Юлии Комиссаровой, представляющей интересы руководства Уральского финансово-юридического колледжа, все претензии по иску не обоснованы. Более того. Почему-то также были включены платежи, связанные с теми самыми коммунальными оплатами, с содержанием здания, с его обслуживанием, которое по факту нес институт. Однако суд не обратил на это никакого внимания. А также произведены расчеты за это здание не как за образовательное учреждение, а как за обычное офисное здание, как будто оно соответствует, например, тому же бизнес-центру, находящемуся напротив. Учредитель УРФИИ Владислав Назаров утверждает, что рейдерские атаки на учебное заведение в центре города и долгая волокита в судах не просто звенья одной цепи, но и, похоже, привычные методы работы так называемых черных юристов. К сожалению, в нашей стране, благодаря черным юристам, возникло такое понятие, как судебное рейдерство. Так, учебное заведение Уральский финансово-юридический институт на основании судебных решений оказался должником на сфабрикованную фантастическую сумму в 180 миллионов рублей. Удивительно, что на эту же сумму в 180 миллионов рублей причинен ущерб бюджету Свердловской области фирмой ЛОЗА. Представители Московской юридической корпорации Хренов и Партнеры являются учредителями этой фирмы ЛОЗА, обеспечивают ей судебную неприкосновенность. Недавно один из руководителей Московской юридической корпорации Хренов и Партнеры арестован за взяточничество в десятки миллионов рублей судебным работникам. Согласно расчетов специалистов, фирма ЛОЗА причинила ущерб бюджету Свердловской области на сумму 180 миллионов рублей при полной судебной и уголовной неприкосновенности. Что это, преступная халатность или отсутствие законности?